Цифровая звезда – историко-патриотический проект, созданный для сбора информации о памятниках Великой Отечественной войны. Его суть – рассказать молодежи языком современных электронных гаджетов о событиях и героях этого страшного времени. Теперь любой желающий при помощи смартфона может узнать о том, каким событиям посвящены установленные памятники, даты их открытия, а также кто их автор. Очень здорово, что в год исторической памяти, который объявил глава нашего государства, наши все молодежные, и не только молодежные, то есть общественные организации, они подплатили идею установки табличек с QR-кодами около всех памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне в первую очередь. Тема сейчас достаточно актуальна. И в городе Бреста таких захоронений и таких памятных мест достаточно много. Это стела наших пограничников, где находятся 8 пограничных столбов, то есть сам символ, 8 пограничных столбов, где изображены лица тех пограничников, которые защищали и обороняли нашу Брестскую крепость. И в принципе они являлись основателями, стояли у самих истоков вот этой Великой Победы. Проект «Цифровая звезда» призван сохранить память и историю монументов, посвященных страшным военным событиям прошлого. Благодаря установке QR-кодов информация о каждом из памятников будет моментально отображаться на экране вашего телефона. Проект «Цифровая звезда» – это один из знаковых проектов Белорусского республиканского союза молодежи. Он родился здесь, на территории нашей страны, Республики Беларусь, также совместно с Российской Федерацией и странами СНГ. Суть проекта – это рассказать молодым людям на языке молодежи, современных электронных гаджетов о событиях военных лет. Также вот проект наш, «Цифровая звезда», он направлен на то, чтобы работать с молодежью непосредственно в цифровом пространстве. Это то место, которое наиболее сейчас интересно для нашей молодежи. Сейчас в рамках республиканского проекта оцифровки памятников мы открываем цифровой код здесь, QR-код, чтобы молодое поколение, которое будет в будущем ценить этот памятник, смотреть на него, узнавать информацию о нем. Молодежь приходит и все время пользуется телефоном. И вот по считыванию QR-кода она будет знать подробную информацию о всех пограничниках, героях, которые похоронены здесь, на этом месте. В мероприятии приняли участие учащиеся гражданско-патриотических классов общеобразовательных учреждений, а также личный состав воинской части Брестка Краснознаменной пограничной группы. И это неспроста, ведь каждый из них стремился почтить память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. Я часто принимаю участие в таких мероприятиях, как это. Я считаю, что это является очень важным связующим звеном с историей нашего прошлого и историей нашего нынешнего поколения. Я думаю, что наше поколение обязано чтить традиции, проводить такие мероприятия регулярно, потому что это очень важно для подоставящего поколения, для формирования их ценностей, взглядов на жизнь и в целом патриотического воспитания. Данный проект может быть полезен всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, трагическим, героическим и славным путем достижения Великой Победы советского народа. Установка табличек с QR-кодом планируется в течение ноября еще у трех знаковых мест города. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.